Девушки отдыхают 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 одна а вот этот спинор он у нас имеет индекс и вот причем вот это индекс цветовой вот а вот эта матрица бесцветная поэтому в цветовом пространстве вот это вот преобразование диагонально вот и собственно ничего не изменится кроме одного кроме того что когда мы будем брать след я напоминаю что мы брали функциональный определить это след по всем индексам вот то в частности вот этот кусок это как это значит как то в кгд вот эти ф и они уже матрицы да то есть я должен заменить f на фата и когда я буду брать след у меня будет след еще по цветовым индексом а так как ничего кроме вот этих f от цвета здесь не зависит то след у меня будет такой у меня вот это вот перейдет в соответственно f от и а ну вот так f а фб т а т б след чему равен этот след люди чему равен этот след одна вторая дельта поэтому это получится ф аф пополам вот поэтому в кгд когда у нас вот здесь вот в токе стоят уже кварки у нас аномалия выглядит так что вот здесь сумма по и одна вторая вот ну я могу это написать соответственно дымю это минус 1 32 и в квадрате значит сила в это а а альфа вот дальше это опять таки все выводилась когда 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 нормировка поля нормировка поля была с константой связи внесенный заряд вот поэтому если я вернусь к обычной нормировки поля у меня вот здесь возникнет g квадрат ну вот здесь возникнет е квадрат а вот здесь возникнет соответственно же квадрат вот здесь возникнет е квадрат значит хорошо вот мы так сказать основную формулу вывели и дальше вы ее будете применять и на семинаре вы посчитаете распад пинольф 2 гамма с помощью вот аномалии вот этой вот киральной аномалии а я пока на этом закончу она мне еще встретиться скорее всего не сегодня а с на следующей лекции вот в другом контексте немножко вот и мы пойдем потихоньку дальше поэтому вопросы есть можно еще раз это у нас из-за того что вы там меняли нет нет да да нет почему когда у меня эти меру это и есть квантовые поправки вот сейчас напоминаю вот был лагранжан да вы берете сюда вот это преобразование подставляете так и у вас появляется что значит вот этот кусок если альфа константа он просто инвариантин вот с производной да если альфа не константа то он пропорционально производная альфа вот тут после замены вот и если вы эту производную папа альфа по частям от интегрируете вас получится альфа на производную от вот этого это значит там как раз и получится аксиальный ток вот это вот слагаемый там получится вот а кусок с массой он сам не про и не инвариантин относительно вот такого преобразования поэтому вы его по альфа раскладываете и берете от него кусок с альфа это получается вот это что вот а вот этот кусок он уже из-за преобразования меры интегрирования относительно таких преобразований поэтому вот этот вот это вот уравнение это уравнение классическое Который нам говорит, что ток бы сохранялся Если бы массы не было Вот А вот это к нему квантовая поправка Который говорит, что нет, не сохранялся бы все равно Вот Вот так Значит, хорошо Хорошо Все? Еще вопросы есть? Мы в конце записали Константные моменты Когда у нас варианты производной энергии То есть это ауэрм Да, то есть Когда я выводил Сейчас Тут вот у нас было где-то Что мы Коммутатор производных Коммутатор производных Значит, заменяли Значит Д на Д Мы его заменяли на Ф Вот Ну там и Ф, наверное Вот так В этом смысле это означало Что у нас Ж Он взят в определение Ф Вот А теперь мы его вытащили обратно И То есть мы сделали замену А в ена Вот Обратно И отсюда вышло Их квадрат Следующая тема Спонтанное нарушение симметрии Вот Как оно там называется Спонтанное нарушение симметрии Что у нас Продолжение следует... Вот. Значит, если есть какая-то симметрия, то она может быть нарушена двумя способами. Значит, что такое симметрия, во-первых? Симметрия – это вот у вас есть действие, да, и действие симметрично относительно каких-то преобразований. Вот симметрия. И если, например, есть член, нарушающий эту симметрию, явно, вот как у нас сейчас только что было, есть симметрия относительно керальных преобразований в безмассовом пределе, ну, забудем пока про аномалию. Вот. И есть явный член ее нарушающих пропорциональной массе, да. Вот. Вот симметрия. Значит, это просто явное нарушение симметрии называется, да. Вот есть член, который Лагранжиан делает несимметричным, или там Гамильтониан. Вот. А есть еще другое, на самом деле, другой способ, который состоит в следующем. Что у системы, помимо Гамильтониана или Лагранжиана, есть, на самом деле, еще основное состояние. А вот в случае, когда система Гамильтониан симметричен, или Лагранжиан относительно некого преобразования, а вот основное состояние нет, скажем, да, вот, то тогда мы уже будем говорить о, ну, вот, спонтанном нарушении симметрии или скрытой симметрии. И вот давайте это обсудим подробно. Значит, и первое, что мы обсудим, это, значит, такая вот модель, называется Сигма-модель, линейная Сигма-модель. Вот. Я сейчас это все покажу на неких простых примерах, а потом мы к ЭХД перейдем. Итак, значит, итак, вот, пусть у нас есть некое действие, которое зависит от некоторого количества полей Фи скалярных. Вот. А без действительных полей. Это что? Это, значит, одна вторая ДФи в квадрате минус В от Фи. В от Фи. Вот. Где? Это сумма обычных квадратов производных, вот. Это некий потенциал, зависящий от Фи. Потенциал возьмем таким. Вот. Это одна вторая ДФи в квадрате в квадрате. Четвертый. Ну, то есть это Фи вектор в квадрате в квадрате. Вот. Мы можем нарисовать, что это за потенциал. Вот. Если тут у меня будет В. Но по факту В зависит от Фи в квадрате, да? Вот я тут так напишу. Это будет В от Фи в квадрате. Вот. А это, соответственно, Фи в квадрате. Вектор. И у нас есть случай, значит, случай M больше нуля. Это когда? Ну, вот какая-то такая у нас функция, да? Ну, и лямбда у нас тоже положительная. Значит, лямбда у нас всегда положительная, потому что иначе у нас система как бы нестационарна будет. Вот. А M в квадрате, вот это вот, M в квадрате больше нуля. Вот это. А если M в квадрате меньше нуля, то у нас будет что-то типа такого. Вот она сначала сюда прогнется, а потом наверх пойдет. Вот. И если мы будем смотреть, что такое основное состояние. Основное состояние – это когда у нас потенциал имеет минимум. Если, соответственно, у нас M в квадрате больше нуля, то минимум у нас в нуле, и все хорошо. Все, как у нас обычно было. Вот. А если у нас M в квадрате меньше нуля, то тогда минимум у нас где-то тут. Вот. Назовем это, скажем, в квадрате точку. Вот. Минимум у нас где-то тут, и основное состояние – оно вот тут. Вот. И что? Вот у нас вот этот потенциал обладает некой симметрией. Собственно, весь, все действие обладает этой симметрией. А именно, что если симметрией, значит, ну, O3, по факту. О, N. У нас N полей. Вот. Значит, тут у нас F вектор. Соответственно, F1. F1. Такой вектор. Потому что это группа поворотов вот в нмерном пространстве. Соответственно, матрицы, которые принадлежат этой группе, матрицы R, скажем. Если я беру F переходит в F' равный R на F, F, ну, то есть, FI и T равно и житая, и житая, да. То есть, это матрица поворота. То есть, у нее там стоят какие-то синусы, косинусы. И она поворачивает этот вектор. Потенциал зависит от длины вектора, поэтому он инвариантен относительно вот этих преобразований. Вот. У нас есть симметрия. И она... Когда основное состояние у нас вот здесь, это точка 0, при любых поворотах точка 0 переходит в 0. Вот. А если у нас состояние вот где-то здесь, вот, то на самом деле это уже не так. Что у нас получается? У нас получается, что вот эта точка на самом деле может реализовываться большим числом способов. Вот, например, мы можем в качестве вектора FI в вакууме, в конкретном вакууме, взять что? Взять вот такой FI0. Значит, вектор, скажем, 0, 0, а вот тут V. Да? И тогда вот этот вектор будет отвечать нам вакуумному состоянию. А можем взять вот это V, скажем, в любой другой точке. Или как-то их там разбить, это V, да? И это будут на самом деле разные точки, отвечающие одному и тому же состоянию с одной и той же энергией. Но в пространстве FI это будут разные точки. И когда мы будем делать вот это преобразование поворота, эти точки вообще говоря, вот мы выбрали какую-то из них, например, вот эту. Мы сделали преобразование поворота, и она вообще говоря куда-то там в другое место перешла. То есть вакуум в себя не перешел. И вот это у нас спонтанное нарушение симметрии. Теперь. Вот давайте. Еще раз. Да. Спонтанное нарушение симметрии возникает, когда у нас m квадрат меньше 0. В этой модели m квадрат меньше, когда m квадрат меньше 0, да. Так, а вот смотрите, мы строим сейчас от FI в квадрате. Да. А если мы меграфик построим от FI, у нас появится 2 больше? Нет, у нас появится куда больше. Вот сейчас я его построю. Значит, как я его буду строить? Вот, например, вот здесь я его построю. Значит, смотрите. Возьму модель, когда у меня их 3, n равно 3, да. n равно 3. Вот. И я буду строить не вот такой график, а буду строить вот тут, скажем, C1, там, я не знаю, FI 2, вот тут FI 3, да? Это типа, как, лоских параметров, что ли? Да, да, да. Вот каждая точка, вот, ну, это, как это, как, да, да, да. То есть каждая точка в этом пространстве отвечает некому вектору, вот этому, да. Вот отсюда я знаю, что когда у меня квадрат вектора равен V в квадрате, это у меня минимум потенциала, да. То есть что будет минимумом потенциала вот в этой вот, вот в этом пространстве? Это сфера, да? Ну, это сфера. Ну, в общем, некая сфера там, да. Ну, как раз, то есть сфера между точками этой сферы это есть это преобразование O, да? Нет, смотрите, вот пока, пока, да, мы можем выбрать любую точку на этой сфере, как наш вакуум. Вот. Вот мы его выбрали. Например, какую-то, я не знаю, вот эту точку я выбрал и сказал, что вот эта точка, длина этого V, ну, вот по всем осям, да, то есть сфера радиуса V, вот эта точка на ней лежит, значит, она мне годится под вакуум. Вот. Хорошо. Теперь, если я буду делать вот эти преобразования, да, вот у меня, я могу через эту точку вот такую ось провести, через центр, да, вот если я буду поворачивать вокруг этой оси, точка на месте будет стоять, да, и вот эта симметрия относительно вращения вокруг этой оси, вот, то есть подгруппа вот этой вот группы O3, да, она сохранится, вот, и эта симметрия будет не нарушена, вот, а если я буду преобразовывать, например, поворачивать вокруг вот этой оси, мой вакуум перейдет в какой-то другой вакуум, тоже на этой сфере, но в другую точку. Понимаете? Вот, поэтому вакуум не сохраняется, вот, вакуум не сохранится. Нарушение симметрии, чтобы симметрия была проявлена, вам нужно, чтобы основное состояние в себя переходило при преобразовании к симметрии, и Лагранжан в себя переходил, да, вот, а вот у вас, например, Лагранжан переходит, а основное состояние нет. Вот когда такое случается, и говорят, что это у вас скрытая симметрия, или спонтанное нарушение симметрии. Вот. Можно вопрос тогда? Да. Про основное состояние, то есть правило Лагранжан, про то, что переход должен приходиться сам в себя, вы говорили всегда. Да. А вот про основное состояние мы, наконец, говорим в первый раз. Ну, всегда когда-то что-то начинается в первый раз. Поэтому возникает вопрос, а откуда это требует? Почему мы хотим, чтобы измерение не приходилось в себя? Мы не то, что хотим. Утверждение стоит в следующем, что иногда основное состояние в себя переходит, а иногда не переходит. И проявляются вот физические следствия вот этих двух случаях по-разному. И вот сейчас я буду обсуждать и те, и другие, на самом деле. Вот. Просто время пришло, и вот мы их обсуждаем. Вот. А можно еще раз? Смотрите, все-таки вот тому графику, который вы рисовали на сбоку, если мы от ФИ построим, да, у нас там будет, я понимаю, я понял вашу идею, по поводу пространства, параметр, до ФИ, если я люблю с тобой графику, и просто построю, там, В, от ФИ. От какого ФИ? У ФИ много компонентов. А, а это не стомат ФИ в квадрате. Ну да. То есть вот потенциал, как функция, он, ну на самом деле, функция от ФИ в квадрате. Вот тут вот ФИ вектор в квадрате, тут ФИ вектор в квадрате, и еще в квадрате. Это некий модельный потенциал, другие будут сложнее, да. Нам нужно избавиться, вот эти, то есть мы хотим на эту графику построить все, то есть все, все, ну, в некотором смысле, да. Вот. Хорошо, идем дальше. Значит, замечательно. Ну вот давайте конкретно рассмотрим случай, значит, вот здесь, вот здесь. Пусть у меня случай m в квадрате меньше нуля, вот я его буду рассматривать и скажу, что m в квадрате, это минус мю в квадрате, которое, соответственно, мю в квадрате больше нуля. Вот. Как я буду искать вот эту точку минимума, основное состояние? Я скажу, что, ну вот, соответственно, dv по df в квадрате, значит, равно нулю. Это условие на минимум, как минимум, да. Вот. отсюда что у меня будет? Отсюда будет, ну, я продифференцирую, у меня получится минус, значит, мю в квадрате, так, φ в квадрате не будет, пополам, вот, вот здесь будет плюс, лямбда пополам, φ в квадрате. Соответственно, точка минимума, это феноль вектор в квадрате, это мю в квадрате на лямбда, это наша v в квадрате. Мю в квадрате на лямбда, это наша v в квадрате. Вот. Очень хорошо. Теперь, теперь, так как у меня симметрия, это вот это вот есть, которое я только что стер, относительно все возможные повороты вот этого вектора, мне все равно, какую точку на этой сфере выбирать, вот, они все равноправны. Чтобы мне удобно было, выберу я ее вот ровно так. Вот. Пусть это будет φ 0. А сам вектор φ я назову, значит, пусть это будет π1, πn-1, а вот этот σ плюс v. то есть, я встал в минимум, вот который v, вот у этих минимум в нуле у всех. И поля, вот эти, которые были φ1, я назвал π1, и так далее. φn-1, я назвал πn-1, чтобы они отличались у меня потом. Вот. А вот это поле nt, у которого есть постоянная часть, я ее выделил, назвал его остаток σ. вот так. После чего я вот в таком виде вот это возьму и подставлю себе в действие. Что я получу? Я получу, что, значит, вот у меня потенциал, если я потенциал буду подставлять, у меня получится v будет равно минус 1,2 μ в квадрате вот так. Так, вот. μ в квадрате это v в квадрате на лямбда. Я вот μ таскать не буду, буду v таскать. Значит, тогда это у меня будет так, я его писал. лямбда лямбда на 4 я вынесу за скобку, вынесу за скобку. Вот. Лямбда на 4 φ в квадрате φ в квадрате минус 2 v в квадрате это равно это равно это равно лямбда на 4 φ в квадрате. φ в квадрате это значит π вектор в квадрате плюс σ в квадрате плюс 2 σ v плюс v в квадрате. Так? Вот. Ну а φ в квадрате минус 2 v в квадрате это вот у v знак поменяет. φ в квадрате плюс 7 в квадрате плюс 7 v минус v в квадрате. Вот это потенциал, я это все раскрою, что у меня получится. у меня получится. Значит, у меня получится. Ну, это разности а минус b на а плюс b, то есть это значит а в квадрате минус b в квадрате. Вот. Где а, это вот эта штука, да? Соответственно, если я эту а буду в квадрат возводить, что у меня будет? У меня будет 4 σ в квадрате v в квадрате, ну, я на 4 поделю, и у меня получится σ в квадрате помножить на значит, λ v в квадрате. λ v в квадрате. Хорошо. Значит, хорошо. Плюс, плюс да. Да. σ в квадрате. Сигма и чё? Сигма и в квадрате. Ой, 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 ой. А, чё? А, нет, 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 нет. Вот это были поля, они зависели от x, да? Вот, и они сейчас стали, как были зависеть от x, так они зависят. Вот тут вот, соответственно, σ, это поле, зависящее от x, а v, это константа, которая даёт нам минимум. Вот. Поэтому вот здесь в π это живое поле, как функция x, σ поле, как функция x, а v константа. Некая. Вот такая константа, μ на λ, μ в квадрате на λ. Вот, если я это всё раскрываю, значит, квадратичный член по σ у меня есть, это квадрат вот этого, значит, π плюс σ в квадрате будет, значит, будет плюс, так, π плюс σ в квадрате на λ на 4, так, как-то вот, плюс, значит, так, а вы видите, что-то спешу, да, вы видите. Да, и в квадрате плюс σ в квадрате, значит, я должен помножить на σ в, σ в, 4, 4 сокращаются, λ остается. Вот, и что останется? Минус в в 4, минус λ в 4, не 4. Так? Ну, вот такой вот, значит, потенциал. Дальше, когда я буду подставлять вот сюда, в кинетический член, то ничего не изменится, в константа, оно сократится под производными, и всё. В итоге, что у меня получится в качестве действия, ну, или лагранжиана. Получится у меня, вот что. у меня получится, лагранжиан будет равен 1,2 dπ в квадрате, плюс 1,2 dσ в квадрате, это кинетический член, минус потенциал, потенциал вот написан, значит, будет минус сигма в квадрате, вот это я напишу, m сигма в квадрате пополам, где m сигма в квадрате пополам, это вот этот кусок, и λ, и v, это константа, вот, соответственно, m сигма в квадрате, это, это, значит, v на корень из двух лямбда, это вот отсюда, да, плюс вот все остальное, вот это вообще константа, я ее могу не писать, она просто, ну, она ни на что не влияет, просто сдвигает мне постоянную величину гранжа, что будет дальше, минус, извините, но сигма это же просто миру, нет, почему, лямбда и v в квадрате, вот, видите, при сигма в квадрате, больше нету сигма в квадрате, а в квадрате, плюсом как mi квадрат на лямбду, так, еще раз, в квадрате, это mi в квадрате на лямбду, ну хорошо, ну, если ему нужно, ну, и что это будет, пардон, вот так, значит, вот я вместо v подставлю mi делить на корень из лямбда, да, и у меня получится, значит, корень из двух на mi, так, вроде, или не так, значит, вместо v я подставляю mi делить на корень из лямбда, ну да, вот так, ну вот видите, это не mi, а корень из двух mi, вот, ну, да, вы правы, он от mi зависит, не вопрос, просто, сейчас, давайте я допишу вот это, и обсудим, значит, минус сигма, минус v на лямбда, на сигма на сигме, на сигме, на сигме, на сигме в квадрате, вот этот кусок, и вот этот, минус лямбда на 4, лямбда на 4, ну и константа, я ее писать не буду, значит, что мы видим, мы видим, что, вот поле сигма, у него есть масса, вот такая масса, а вот поле π, а у него массы нет, видите, да, у поля π массы нет, это некий взаимодействие, тут π, если и будет в квадрате, то оно будет на сигме в какой-то степени помножаться, это будут члены со взаимодействием, то есть, мы получили, что, как только у нас вот есть такая ситуация, что симметрия спонтанно нарушена, у нас в теории появляются безмассовые поля, вот, это вот эти π, сигма это массивное поле, а вот π это безмассовые поля, и откуда они, да, это вот этот член, это вот этот член, π в квадрате плюс сигма в квадрате на сигма на V на лямбда, а, π в квадрате плюс сигма в квадрате, ага, ну, мне они не важны, это некие взаимодействия, мне важно, что у сигма масса есть, некая, а у π массы нет, почему так произошло вот вот на эту картинку если посмотрим вот мы выбрали вот на скорость если я возьму три поля и 1 фи 2 фи 3 да и папа вот этому третьему полю поставлю точку на вакуум то есть я выберу вот эту вот точку в качестве вакуума вот это пусть фильтре у меня вот вот если вот эту точку вот она же выбрал в качестве точки моего вакуума то есть вот она фи 0 и сказал что вот это у меня вакуум а поля я буду отсчитывать от этой точки возбуждения а полей фи тогда вот это вот возбуждение сигма она отсчитывается в сторону фи 3 то есть если у вас . вот где-то здесь стоит или где-то здесь по вот этой оси да то это вот это на самом деле ну сигма поле которое меняется по вот этой оси когда мы отходим от вот этой сферы который дает нам минимум потенциала потенциал у нас увеличивается так потенциал у нас увеличивается но вернее энергии у нас увеличить нам нужно затратить энергию чтобы отойти от вот этой сферы вот поскольку потенциал то есть мы ходим вот сюда да когда мы возбуждаем поле сигма когда фоли фи он меняется вот отходит от равновесного значения в вакуумного вот или другими словами поле сигма возникает некое возбуждение поле сигма но тогда энергия в системе нужно затратить то есть мы сходим с поверхности минимального потенциала атак энергии нужно затратить то это означает что значит затратить это означает что для рождения частицы с сигма нам нужно затратить энергию это за все что частицы сигма есть масса с другой стороны если я буду возбуждать поля пи то есть я буду двигаться по любым другим координатам а то есть тогда я буду двигаться укасательной к этой сфере вот и локально в районе вот этой точки да мне не нужно тратить энергию чтобы возбудить какое-то поле которое вот у переместиться из этой точки в эту энергия точки вот здесь и вот этой точке одинаково то есть для возбуждения да то есть для возбуждения поля пи энергию этой конфигурации вот поэтому поля пи которые отвечают движением по сфере вот тут локально это просто укасательной плоскости к этой сфере да мы все равно малые возбуждения поля рассмотрим небольшие да то есть поля пи для возбуждения поля пи энергии не надо то есть мы вот этой точке перейдем к уюту соседнюю на той же сфере поэтому поля пи массы не имеют вот а поле сигма имеет то есть когда мы возбуждаем поля пи мы остаемся вот в этой точке в смысле потенциал а когда мы возбуждаем поле сигма мы уходим изменим вот такая картина которая может нам значит вот это все обсуждение на модели можно суммировать следующими словами которые звучат так теорема галстона значит для каждой для каждой спонтанно нарушенной непрерывной симметрии непрерывной симметрии в теории возникает безмассовая частица как если мы используем сам хикса дом и похоже волны как шляпа да и пока нас фильм в нуле и у нас у нас появляется марса там сложнее там сложнее это там на на вот это накладывается то что у вас ну у вас есть фотон вот и wz бозоны так вот и при падении вакуум у вас возникают некие вот такие вот значит частицы вот но там скажем как бы это так сказать там там играет еще то что у безмассового фотона ну вот вот эти вот безмассовые частицы они будут сокращаться с лишними степнями свободы там фотона там и за бозона когда он был еще без ну ну в можно сказать скалибровочно там так строится что вот лишние безмассовые частицы которые возникают за счет нарушения спонтанного нарушения симметрии они а поглощаются в степени свободы калибровочных бозонов но в частности там фото на зад бозон вот это но это вам черняк расскажет то есть он вам будет примерно то же самое рисовать но там есть еще один шаг дальнейший вот который нужно сделать чтобы скалярные вот эти вот частицы типа вот этих пик утопить в степени свободы к и вручную ну вроде да вот ну пока что нет я вот ну вот видите здесь у этого массы есть такая да у этих нету вот значит я вот вам прям значит еще раз по определению если теория имеет лагранжан симметричные относительно преобразования а вакуумное состояние не симметричные относительно этого преобразования то значит такое явление называется спонтанное нарушение симметрии или скрытая симметрия ну вот это просто вот определение ну то есть если мы будем двигаться по координатам фи-трия у нас будет преобразоваться не симметрично а если по фи-трии а не так не так как если мы будем двигаться по координатам фи-трии не совсем еще раз что такое симметрия 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 это преобразование вот этих полей фи-трии 1 фи-трии да вот в частности повороты относительно вот этой оси они как были так и остались у вас вакуумное состояние вот оно на ней лежит да оно не меняется то есть вот эта симметрия который отвечает поворотом вокруг оси фи-трии она не нарушена спонтанно она есть так а вот симметрия относительно поворотов относительно вот этой оси она нарушена спонтанно потому что лаганжан симметричен а вакуумное состояние в себя не переходит при вот этих поворотах вот то есть у вас грубо говоря симметрия относительно поворотов относительно вот этих двух осей нарушена спонтанно относительно этой не нарушена Вот так Вот Первый вопрос такой Когда мы говорим все-таки про фундаментальную теорию Казалось бы, мы так ожидали Приболее того, нас тут вроде учили постоянно Что симметрии должны фундаментально и сохраняться То есть в обычных каких-то проявлениях Механики, еще что-то можно Как-то себе представить Из фундаментации, что-то куда-то Как-то что-то нарушилось А фундаментальная теория Как вообще может симметрия взять и вот так спонтанно нарушиться Ну вот, казалось бы, вакуум может действительно чему-то быть равен Но непонятно, что это все-таки открытый вопрос Нет, нет, это не открытый вопрос Просто, когда говорят спонтанное нарушение симметрии Это, вот я говорю, синоним, это скрытая симметрия Симметрия есть Она просто реализуется вот таким хитрым образом Вот Нет, ну смысл в чем? Что если есть вакуумеренжа, так? В целом вакуумеренжании есть симметрия, да? А спонтанное нарушение, когда эта симметрия, она нарушается в основном состоянии Но, казалось бы, если вакуумеренжании есть симметрия, то в основном состоянии она должна быть? Нет, неправильно Основных состояний может быть вырождено Что-то должно быть, так и спонтанно Еще раз Вырождение основного состояния То есть основное состояние – это не точка в пространстве параметров, а некая область Из этой области любую точку можно выбрать И при движении по этой области энергия не меняется, потому что основное состояние вырождено Вот и все Больше ничего Вот То есть основное состояние состоит не из одного состояния, а из некого количества этих состояний Вот еще раз Вот когда мы строим потенциал как функцию φ квадрата вектора, да? Модуля вектора У нас там одна точка основного состояния Но это одна точка Этот вектор может смотреть куда угодно Вот То есть длина вектора фиксирована, а углы поворот не фиксированы Я понял, я понял Хорошо А вопрос, что он? Если я понимаю, мы скоро перейдем Как-то должны будем связать это дело с ККД, правильно? Ну, если мы... Да, я хотел бы, да Да, вот И смысл в чем, что в случае с ККД, когда кеда, что это будет за симметрия? И самое интересное, что это будет за потенциал? А вот как это... Не буду спойлить Спойлить не буду Вот Спойлить не буду Так, теорема Голдстоуна Вот, я ее написал Сейчас мы ее докажем И перейдем к ККД Ну да, и вот этот Лагранжан Такое называется линейная сибу модель Вот, то есть теорема Голдстоуна это 2 Ну и давайте говорить Вот, пусть у нас есть теория с Лагранжаном от них их полей фииты Вот Который выглядит так А минус В аксииты Где К это члены с производными Вот, а В это потенциал вот этих фиитых Мы будем рассматривать случаи, когда основное состояние Оно инвариантно относительно сдвига в пространстве То есть фи, соответственно, не зависит от икса В основном состоянии Ну, можно там Говорить о том, что вот Есть некие состояния, которые там Зависит от икса, но мы о них не будем говорить Значит, основное состояние Значит, такое Мы скажем, что ДВ по дфи ДВ по дфи Т В точке фи равно фи 0 Вот некий вектор Это равно 0 Да, вот как мы только что делали для сигму модели Соответственно Тогда Так как мы ищем Фи равно фи 0 равно константа То есть у нас это состояние Фи 0 во всем пространстве одинаково То на этом состоянии Все члены с производными равны нулю То есть вот этого кинетического члена нет Вот И наш Лагранжан это просто минус потенциал Вот Хорошо Значит, так выглядит этот Фи В вернее В от фи выглядит так Это В от фи 0 Плюс 1 вторая Фи и т Минус фи 0 и т Фи и т Минус фи и т Значит, помножить на Д В По д Фи и т Дфи и т В точке фи равно фи 0 Флюс и так далее Значит, первого члена нету Первый производный равный нулю Это некая константа Которая нам просто сдвигает Значит, вот это все Уровень энергии Вот А вот это Потенциал начинается вот с этого И дальше Там уже пойдут члены В которых вот этих вот скобочек Три и больше Что мы можем дальше сказать? Что Мы находимся в вакууме Вакуум это фи 0 Да, вектор Соответственно, это наши новые Там какие-то поля Питы Вот Ну, неважно Это новые поля А вот это Это не что иное Как М и житое В квадрате Ну, пополам уже там есть То есть А вот это Некая матрица На вот эти новые поля Которая вообще говоря Играет роль матрицы масс То есть Это Квадратичная форма От полей Если я ее диагонализую У меня будут Некоторые новые там Вот поля И на диагонали У меня будет просто стоять Масса этих полей Вот в этой матрице Вот А можно Спрос, пожалуйста Да А мы предполагаем Что у нас Потенциал Он будет только Какого вида? То есть Полинвиальный? Если полинвиальный Какой степени? Нет Мы предполагаем Что потенциал любой В некотором смысле Потому что Вот Какой бы я потенциал Не взял Вот у меня будет Первое произволь Я его раскладываю В точке вакуума Да Ну и раскладываю я его себе Вот Пусть он хоть бесконечный Вот там ряд Вот Ну и ладно Я Слежу за массами А массы Это коэффициент При квадрате полей То что будет дальше Это будут взаимодействия Вершины Как только у вас Три поля Это уже вершина Хоть 10 полей Это вершина из 10 полей Вот Поэтому все остальное Мне не важно Там вершины Взаимодействия А массы Определяются Вот этим членом Вот Хорошо Спасибо В каком смысле Финолька В том смысле Что оно не зависит от x То есть мы рассматриваем ситуацию Когда основное состояние Во всем пространстве одинаковое Не то что вот здесь оно такое А вот здесь оно такое Оно во всем пространстве одинаковое То есть у нас теория Инвариантно по сдвигу Вот Если это будет не так То шире вам Если это будет не так Это будет Так сказать Совершенно другая тема Это некие Ну условно говоря Это называется что-то типа там Солитоны Вот такого типа Вот вещи Которых мы в этом курсе Не касаемся Вот Хорошо Спасибо Так Возможно о них в аспирантуре Вам расскажет Падин Или я когда-нибудь на спецкурсе расскажу Так Что я говорю Ага Ну вот Значит мы сделали такое Теперь мы говорим А вот симметрия Есть некая симметрия Что означает Есть некая симметрия Значит есть преобразование полей То есть фи это Переходит в некое Вот под действием Вот этой вот симметрии Некой r Ну так вот там была r матрица поворотов Вот это r Некое преобразование симметрии Которое фи это переводит Фи это плюс Плюс Альфа На дельта От фи это Где альфа Это просто параметр Как угол поворота А вот это Это вот некое Преобразование Которое зависит От вот этих фи это Ну грубо говоря Матрица поворота Да Вот Ну генератор поворота Вот Дельта Ит Вот Значит вот Если мы сделаем Преобразование симметрии Вот такое Да То Что У нас Будет Что у нас будет Потенциал От фиитых От фиитых При таком преобразовании Перейдет в потенциал От фиитых Плюс альфа Галитой От фи Вот И я Значит возьму Значит возьму И Разложу Этот потенциал Значит возьму и разложу этот потенциал Можно вопрос Да Сейчас доказываем теорему Голстона Да Да И сейчас Что именно Мы доказываем Терем Смысл теорем Голстона Что если Значит симметрия нарушена То Существует Безмассовые частицы Вот мы скажем Сейчас что означает Симметрия нарушена И скажем тогда Что вот у этой матрицы Есть нулевое Собственное значение Это И будет Что значит Масса У какой-то частицы Значит равна нулю Так Так Что-то я Сбился слегка Значит Хорошо Мы скажем Следующее Вот давайте Разложим Вот этот вот После преобразования Потенциал в точке Фи Это что Это Это В от Фи Ит Плюс Альфа Дельта Дельта Ит От Фи На ДВ В от Фи Ит От Фи Это я в произвольной точке Фи сделал Вот В произвольной точке Фи Теперь У меня Могут быть Значит Я хочу Чтобы Значит Это преобразование Было симметрией Она Если это симметрия То соответственно Потенциал Потенциал От Значит От Вот этого Фи Итого Равен потенциалу После преобразования Вот Соответственно Я могу Вот эти сократить И у меня Вот это Будет равно Нулю Вот Вот Я так и напишу Ну альфа Константа Значит У меня Дельта Ит От Фи ДВ ОД Ит От Фи Равно Нулю Это равенство Я продифференцирую По Фи Житому Соответственно У меня получится У меня получится Дельта Ит От Фи По Дельта Фи Житому На ДВ Фи Что это? Фи Плюс ДВ Фи Это равно Фи Фи Житом Это равно Нулю Вот Это в любой точке Фи Теперь А теперь я встану В точку вакуума То есть Я вот это вот Равенство Значит Запишу Когда у меня Фи Равно Фи Вот То есть Я подставлю Везде Фи Как только Я подставлю Фи Фи Вот сюда ДВ От Фи Значит Под ДФ Ит В точке Фи Это у меня По определению Вакуума Ноль Вот Поэтому Останется У меня Вот что Дельта Ит От Фи Ноль На Д2С Д2В От Фи Ну Д2В Д2В По ДФИ Ит ДФИ Жит В точке Фи Равно Фи Ноль Равно Нулю Вот Вот это На самом деле Что Это Вот эта Самая Матрица Масс Так Вот А вот Это Это Некий Вектор Так Некий Вектор Который Откуда Взялся Взялся Он Оттуда Что Вот У нас При Преобразовании Симметрии Это Это Тот Самый Вектор Это То Самое Преобразование Симметрии Вот И Вот Это Произведение У нас Равно Нулю Какие Могут Быть Случаи Для Этого Случаи Могут Быть Такие Первый Значит Первый Первый Случай То есть Первый Случай И От Финоль Равно Нулю Ну то есть Либо это Равно Нулю Либо Вот Это Значит Если Это Равно Нулю То Тогда То Тогда Вот Я напоминаю Это у меня Было В От Фи Переходило В От Фи Плюс Это То есть Это В От Того Ж Фи Плюс Добавка Если Эта Штука Равна Нулю То Тогда Ну вот Этого Нет У меня Получается Что В От Фи Равен В От Фи Плюс Вот Это Ну даже Я могу Не Раскладывать Если Эта Штука Равна Нулю То В От Фи Равен В От Фи Преобразованного Вот Видите Вот То есть Это Означает Основное Состояние Симметрично Относительно Такого Преобразования Вот Симметрично Симметрия Не Нарушен Вот Второй Случай Значит Если Дельта И Т От И 0 Соответственно Не Равно Нулю То Есть Это Некое Не Нулевой Вектор Тогда Мы Получаем Что Вот Этот Вектор Это Собственный Вектор Матрицы Масс С Нулевым Собственным Значением Так С Нулевым Собственным Значением То Есть В Спектре Вот Тут Вот После того Как мы Диагонализуем Эту Матрицу У нас Получится Что Некому Некой Частице Которая Пропорциональна Вот такому Вектору У нее Масса равна Нулю Вот У нее Масса равна Нулю Вот То есть Тогда Существует М Там Равна Нулю Вот так Хорошо Вот То есть В теории Существует Безмассовая Частица И соответственно Сколько симметрии Вы нарушили Вот Столько Безмассовых Частиц Будет То есть На каждую Симметрию У вас Есть Вот этот Вектор Так Преобразование Вот И частица Безмассовая Это будет Ну Строится Из вот этих Частиц Вектор Собственный Вектор Вот этой Матрицы Которая Будет Отвечать Массе 0 Он Будет Пропорциональен Вот Вопросы Есть Поэтому То есть Теорема Голстона Горитет Следующее На каждую Непрерывную Симметрию Значит Спонтанно Нарушенную То есть Когда у нас Вакуум В себя Не переходит У нас Существует Безмассовая Частица Вот Мы Собственно Это и Показывать Что-то Вы так Притихли Так Это понятно Давайте Осознавайте Какое-то Обновление Вылазит Вот У нас В прошлом Примере Получается Там Зарушенные Слепки Была Одна И Не так Перемь А вот Давайте Вернемся К Прошлому Значит Примеру Вот Я снова Нарисую Вот Это Вот Как-то Вот так Значит Сколько было Симметрии Исходно Сколько было Симметрии Исходно Их было Три Было Повороты Вокруг Трех Осей Вот Или Даже По-другому Можете Сказать Это Матрица Там Из группы Вот Три Посчитать Сколько Там Независимых Этих Размерных Группы Вот Она Там Три Да Теперь Мы говорим Что После Нашего Нарушения Когда мы Вот сюда Встали Сколько Симметрии Осталось Ненарушенных Сколько Одна Осталась Вот Это Значит Осталась Одна Соответственно Нарушены Две Относительно Вот этой Оси Повороты И Относительно Вот Этой Оси Повороты Вот Вот У вас Две Безмассовые Частицы Спектры Понимаете Два Вот Этих Пи Осталось Вот Да Теорема Зачем На каждую Нарушенную Симметрию Возникает Безмассовые Частицы Да Непрерывную Симметрию Да Вот Хорошо Это все было бы здорово Если бы Не было Квантовых поправок Вот вопрос в том Что вот мы сейчас будем считать К этому Значит Действию Условно говоря Эффективное действие То есть все квантовые поправки И оно возьмет И нарушит нам Все вот это Значит Чтобы Доказать это На квантовом уровне Нужно Рассмотреть Не действие Которое у нас было Не потенциал А эффективное действие И сделать то же самое А именно Мы будем говорить Что Вот это вообще Все доказательства На классическом уровне Да Тут никаких Квантовых поправок Нет Вот Теперь Если мы говорим Что ну вот Если мы Построили эффективное действие Оно стало Вобрало в себя Квантовые поправки У нас получается Что для эффективного действия Вот гамма Мы должны Говорить Что Фи классическая Значит Ит от x Это было Ж Ит от x Вот я без источников Это 0 Вот То есть Фи классическое Действие у нас Определялось так Что это Производная Значит Ну функциональная Производная От эффективного действия По нему Равна источнику Мы источников Выключим Тогда у нас получится Производная по нему Равна 0 Отсюда мы находим Классическое Фи Вот это Это Ну Уравнение движения Да Вот То есть Это все Члены Линейной По фи Зануляться Вот отсюда Находится минимум Это Фи классическая Вот Теперь Если мы опять-таки Будем говорить Что Мы ищем Состояние Которое Синфариантно По сдвигу То тогда Эффективное действие Вот Фи классического Оно будет выглядеть Как Оно будет выглядеть Вот Наше классическое поле Оно Одинаково Во всем пространстве Опять-таки Все кинетические члены Вымерли То есть Все производные От этого Фи классического Вымерли Остался только Потенциал А потенциал Это что такое Это на самом деле Интеграл Д4х То есть Это интеграл Д3х ДТ От потенциала Который Называется Минус Соответственно Минус Т на В На В Значит Что я тут написал Фи Не зависит Классическое Не зависит От Х Кинетические члены Вымерли Остался потенциал Но так как Вот это тоже Не зависит от Икса То есть Это просто Некое число То все эти Интегрирования Перешли просто В Большое Т На большой объем То есть Это вот ящик Ну грубо говоря Четырехмерный объем Нашего ящика На В Это Эффективный потенциал Это было Эффективное действие Соответственно Его кусок Беспроизводных Это эффективный потенциал Вот И Уравнение Большой В Это же объем Да? Объем Да И уравнение Соответственно Которое нам будет Определять Вот этот Фи Классическое Или вакуум Вот из этого Плавно Перейдет Соответственно ДВ Эффективное Подвести Классическое Равно Вот отсюда Мы найдем Вот это Фи Ну Фи классическое Которое Ну Фи классическое То есть Основное состояние Вот Если вы помните Вот это вот Один в один То что я Писал для Просто для В классическом случае Для Потенциала Обычного Да? Что Его первопроизводная Равно нулю Чтобы мы стали В минимум То есть Теперь Вот для этого В эффективного Можно сделать Вот все то же самое Что я только что делал Для Вот Обычного потенциала Вот мы сделаем И получим Что Мы получим Что Вот у вот этой матрицы Если Симметрия Спонтанно нарушена Есть нулевое Собственное значение Ну и хорошо Но что такое Нулевое Собственное значение Для эффективного Действия Для обычного Действия Это была Масса А для Эффективного Действия Я напоминаю Что Соответственно Для Два Гамма Моделька Фи Вот для одного Поля Если у нас Просто одно Поле Фи Фи Классическая Z Фи Классическая X Это было Что Помните Или не Помните Я это Выводил Обратный Пропагатор Ну за счет И я не ручаюсь Но по моему И Вот Это Обратный Пропагатор Вот То есть Мы что говорим Мы говорим Что если Симметрия Нарушена То Вот Вторая Производная Эффективного Потенциала Вот у этой матрицы Есть Вектор Отвечающий Нулевому Собственному Значению Вот Значит Хорошо А что Такой Пропагатор Обратный Если Брать Если Брать Вот Я возьму От Обеих Частей Фурье Что Я Получу Пропагатор Это Что П В квадрате Минус М В квадрате Ну от П Которая Может Как-то Зависеть Вы Помните У нас У нас Массу Уже Рассматривать Как она Будет Меняться В Эффективном Действии То Есть Вот Пропагатор Выглядит Так Это Неважно Какое Я множество Здесь Напишу Вот То То После Преобразования Фурье Обратный Пропагатор Пропагатор Я напоминаю Это П Квадрат М В Квадрате Обратный Пропагатор Соответственно Это П Квадрат М В Квадрате Где масса Может от Импульса Зависит Вот И Вот здесь Соответственно Если одна Частица То Тогда Вот это Утверждение Что Вот этой Матрице Есть Нулевое Собственное Значение Говорит о том Что Просто Это Ноль Для Одной Частицы Вот И Мы Говорим Что Соответственно Мы Говорим Соответственно Что При Импульсе Равном нулю Вот У меня получается Что масса Равна нулю А что такое Импульс Равный нулю Импульс Равный нулю Это Я беру Ну Постоянные поля Вот Я беру Постоянные поля Ну или даже По-другому Вот это Равно нулю Это Это При П В квадрате Равно М в квадрате При постоянных полях То есть М в квадрате Равно Ну Давайте Сейчас По-другому По-другому Вот если Лучше Для всех Что это Это Будет Какая-то Матрица По И И По И И И Я Я ее могу Диагонализовать После того Как я ее Диагонализую Я получу Вот Такой Вот Там Минус П в квадрате Минус М1 В квадрате Тут Все Нули Тут Получу П в квадрате Минус Мн В квадрате Вот Такую Матрицу Получу Вот Такую Матрицу Это С одной Стороны С другой Стороны Я могу Сказать Что Вот После Фурье Что Что Означает Фурье Что Означает Фурье Фурье Вот что Означает Интеграл D D Значит X E Степень P X Минус Вот Вот что Означает Фурье Теперь Я хочу Рассмотреть Постоянные Поля То есть Я вот Вместо P Должен Написать 0 Вот Должен Написать 0 Соответственно В пределе Постоянных Полей Я Получу Я Получу Значит Что Так Я Получу Интеграл D X И Классическое Классическое Z Z Z Rавно Равно Когда я импульс положил равным 0 Вот тут я положил импульс равным 0 Опять-таки Все Куски Отвечающие С производными Которые Производные Передут в импульс После Фурье Производных не будет У меня останется тут ток Потенциал Значит У меня получится Интеграл D X Соответственно D V Это Это Постоянная величина Точно так же Я делал там Минус Минус V на T Вот 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 И я получу Что вот это Соответственно В пределе Импульса Равна 0 Импульса Равна 0 Это будет Вот эта матрица Минус M В квадрате От 0 1 Минус M Квадрате От 0 M Вот Ну и Ну и Ну и Соответственно Если вот у этой матрицы Есть нулевой Собственный вектор С нулевым Собственным значением То одна из масс равна 0 На квантовом уровне тоже Вот так Это обобщается На квантовый уровень То есть на эффективное действие Вот Д 4x Д 4x Да Ну собственно Они везде Д 4x у меня берутся Вот А можно еще раз повторить Вот эти M квадратов 0 Какой путь Ну что Ну массы 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 чего Золота Вот этих частиц новых Это в этом смысле Перенормированной массы Вот Как они стали перенормированы Значит Вот у нас есть эффективное действие Да В эффективном действии Мы Все Поправки Ну Однопетлевые по факту Внесли В Действие То есть У нас появилась Поправка к заряду Там Поправка к массе Вот И вот эти пропагаторы Которые здесь стоят Они содержат Вот Эту массу Уже с напетливыми поправками Бегущую массу Так Вот Поэтому пропагатор Я и написал Обратный пропагатор Как П в квадрат Как П в квадрат Минус М в квадрат От П Где вот эта вот Бегущая масса Вот Вот Теперь я говорю Я возьму Вот это Вот эту матрицу При П равном нулю При П равном нулю Ну вот Я получаю Что от пропагатора Осталось только масса Вот Ну в этом мы видим вопрос Что такое Что за масса При П равном нулю Вот я беру Какой-нибудь Солненный бензот Так У него П квадрат Ну и у Ну Можно Равняться Но Как это связано С массой Не понятно Масса В каком случае Сейчас Ты мне говоришь Что вот П это в квадрате Должно быть Равно М в квадрате Да Ну например Я не знаю Но Если мы говорим Про массовую поверхность Тын На суть Просто проверили Говорить Хорошо Да 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 Это тут Я что-то Не то сказал Сейчас 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 Соображу Сейчас Соображу Значит П в квадрате П в квадрате П в квадрате Ха-ха Хороший вопрос Так То есть Я получаю Что у меня Одна из М от нуля Равна нулю Да М от нуля Равна нулю Это Это М при п равном нулю М при п равном нулю Сейчас М при п равном нулю М при п равном м в квадрате И при п равном м в квадрате При п равном м в квадрате Так То есть Я получаю Бегущие массы В нулях Равны нулю И что И что И что И что А вот что Это означает Что Когда П в квадрате Равно нулю Да То у меня Вот одна из этих Вот масс Равна нулю Ну М в квадрате От нуля Да А что такое Масса физическая Да Масса Это полюс пропагатора Так как Масса Это полюс пропагатора То у меня Получается Что при п равном нулю У меня У пропагатора Полюс Понимаете Да Вот Скажем Пусть вот это У меня равна нулю Пропагаторы Которые здесь будут стоять Они будут пропорциональны Единицы на п в квадрате Минус м в квадрате А в п Вот И я Что я вижу Что когда П равно нулю При п равном нулю У меня М При п равном нулю М М от нуля Равном нулю То есть Я прекрасно Ко себе Вижу Что у меня Знаменатель Зануляет В этой точке Полюс То есть Я беру Какой Безловный Комизон Дану У него Масса При п В атаке Равном нулю И масса Чему то равна Ну не нулю Чему то Ну тогда Это не Ничего Не говори Значит Масса Это полюс Пропагатора Ты берешь Комизон Для него Строишь Пропагатор Кладешь Импульс Равным нулю У тебя Масса Какая-то Ну и Ничего Вот Когда у тебя Вот это Равно нулю П в квадрате Минус м в квадрате От п Равно нулю То тогда Ты определишь Массу Вот То есть Когда п в квадрате Равно м в квадрате Это будет Уравнение На твою массу Для комизона Там Условного Да А тут Я показываю Что Вот у этой матрицы При п равном нулю Будет нулевое Собственного значения То есть Одна из этих масс Когда я вот сюда Ноль подставлю Будет равна нулю Но тогда П в квадрате Равное нулю Так сказать Равно этой массе То есть Это частица Безмассовая Вот Понимаете Или не понимаете Ну мне понятно Так люди Вам понятно Да Чудесно Чудесно Итого Что мы видим Что в спектре Значит Появляется Безмассовая частица Если у нас Симметрия Спонтанно нарушена Значит Мы говорим Если симметрия Спонтанно нарушена Матрица Вторых производных От эффективного потенциала Равна нулю Значит Эта матрица Это все равно Что вторая Производная От действия Значит Но Когда мы импульс взяли Равным нулю Соответственно У нас М какое-то От нуля В квадрате Будет равным нулю Это означает Что пропагатор В квадрате Минус вот это М и Т Которое В квадрате от П Будет при П равном нулю Зануляться То есть иметь полюс Это означает Что П в квадрате Равное нулю Будет равно Этому же М в квадрате Равным нулю То есть Частица будет Без массы Вот так Значит Теорему Голфтоуна Мы Прошли Вот Если есть вопрос Спрашивайте Мы к КХД Перейдем Применять ее будем Вот Применять ее будем Применять ее будем Так, сколько у нас времени осталось? Минус 15 секунд 15 секунд? Минус 15 Так, ну то есть КХД в следующий раз, судя по всему, да? Ну ладно Вопросы? Вот Есть по тому, что было сегодня или вчера В смысле в прошлый раз Так, если нет вопросов, то тогда все У кого там есть какие-то вопросы по коллоквиму Кому я писал, что вот надо там обсуждать и так далее То давайте сейчас это сделаем Сейчас я выключу запись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok